всем привет ребят с вами как всегда коры ты мы находимся в кэпплэк продолжаем играть и развиваться итак друзья я пришел на базу начал раскидывать свои ресурсы начал много чего проверяет смотреть и узнал много всякого интересного во первых можно оказывается использовать нас грибы вместо мяса то есть если у вас есть ягоды и яблоко вам не обязательно третьим ингредиентом брать мясо вам можно взять и грибы но обязательно чтобы они были пожарены то есть вам их сначала нужно пожарить на костре вот а потом уже перекладывать и делать из них бигфест то есть это делается примерно вот так вот я уже потратил все яблоки блин поэтому я думаю что бигфеста мы уже сегодня не сделаем не сегодня по крайней мере сейчас я думаю больше с вами бигфеста не сделаем вот что что я еще узнал интересного еще и узнал такую штуку вы спросите коры сделал загон здесь короче есть у нас вот такая штука если мы вот к нему сюда animal meat да то есть мясо какого-то животного не мутанта а просто либо вот такое мясо либо вот такое мясо допустим возьмем биф да и добавим мускуса мы получим вот такое я не знаю что это животное что ли или как это короче какую-то корову да то есть у нас вот это мясо это бифштекс от коровы да вот это у нас получается ну типа кусок мяса от козла вот если мы допустим я просто не знаю что я не смотрел и я как бы ждал что будет вот такой видосик и мы посмотрим вместе с вами что же из этого получится вот допустим если скрафтить мы получаем ну я не знаю что это use attack all around you типа из из используйте чтобы типа возле вас появилась корова или типа того давайте попробуем ее заюзать я здесь сделал такой загон не знаю получится ли ну типа выдержит он или нет типа нас насколько это корова будет буйная будет ли она на меня нападать ну или типа того давайте заюзаем и посмотрим вместе с вами там кстати пес который блин я думал что когда приходит день они исчезают но он почему-то здесь все равно ходит ладненько так берем вот этот корову на кладем ее куда-нибудь ну давайте вместо вот этого лука да попробуем так оп подожди а почему ты ее ешь почему он ее ест и что это такое я чё-то не понял а текенкова раунд ю коровы которые находятся возле тебя не типа атакуют что для тебя или что это я думал ребят это будет какая-то мутирующая корова я даже закон сделал думал ну все думаю супер будем здесь выращивать коров или косы или еще что-то типа того у нас нет у нас оказывается это просто какая-то непонятная фигня ну и ладно и фиг с ней пускай значит так и будет жалко жалко я уже думал сейчас у меня будет свое фермерство свои коровки там всякие будут бычки и всякое такое не это кажется показалось ладненько тогда смотрим дальше я еще здесь кстати не досмотрел все до конца я еще хотел посмотреть вот по поводу вот этого копья вот она парасект спир да здесь по ходу нужно и вот инспектор спир да то есть скорее всего это вот это вот копье и примодиум вот это да мне нужен подожди а он у нас находится подожди подожди вот это он вот это разве он вроде бы да так добавляем да так берем копье сюда опа и сюда вот эту оп да 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 делаем делаем обязательно это копье он у топовая 20 демага это просто лучшее копье на сегодняшний день но естественно я не я еще не делал ничего из золота поэтому возможно из золота будет еще лучше но пока что вот из того того что я видел это самая топовая вот это все выкладываем и уходим отсюда уходим уходим страшное место на самом деле так что у меня с едой с едой вроде бы все нормуль да здесь у меня ничего больше нету больше ничего нету тогда из из всего основного мяса можно я думаю продолжить тогда готовить да вот то есть смотрите на гриба можно заменить любой другой ингредиент то есть можно заменить яблоко можно заменить мясо как бы но такое две ягодки там да мне бы пособирать ягодок но хотя принципе 37 big fest а дай а у меня вот есть 12 ягодок давайте мы сюда так поставим в любом случае грибы у меня сейчас тоже закончится и как бы все то есть big fest на этом у нас завершится как-то так ну все в принципе сколько там четыре штуки есть уже да это уже как бы хорошо 41 41 мясо это довольно неплохо давайте мы его здесь выложим вот это все мяско который мне точно не пригодится да здесь мы возьмем так нектар этот камень мы выкинем пускай он исчезнет со временем это мы тоже ставим здесь в принципе 40 опять же да 41 big fest это довольно много можно оставить так давайте сделаем факелы сделаем факелы дерево и солома еще можно использовать вместо соломы уголь но я лучше уголь буду использовать в печках все таки да мне как-то кажется что вот так как то более правильно так 58 факелов не особо много да но с учетом что мы будем что мы уже как бы дошли до нужного нам этажа да и нам осталось просто в нем немножко там как-то рассредоточиться вот я думаю что возможно мне столько факелов и хватит 58 в принципе ну как бы довольно много так все пойдем тогда дальше пойдем сейчас выше поднимемся сделал такую трассаду то есть пока бегал там собирал пособирал еще ягода к себе кустиков всяких деревьев вот то есть все здесь тоже потом будем собирать и крафтить вот сюда на стол можно что-нибудь интересное поставить положить допустим я не знаю что такое вот лопату можно скажем вот так вот тут у нас лежит лопата великолепно все двигаемся сюда а давайте ребят же посмотрим во первых давайте сейчас поскидываем все что мне не пригодится точно в моем путешествии я думаю что луки уже можно как бы ну отодвигать на задний план то есть у меня есть винтовка в принципе и ванну у нее есть пули да я думаю что хватит мне этого вот а вот это все лишь просто за занимает у меня в инвентаре много-много места вот вот это мы возьмем вот так то есть есть еще туда же медные пули так что в принципе пули у меня достаточно мне кажется а вот к тому же я пытаюсь всех монстров всегда убивать как-нибудь скрыто через стеночки бить копьем ну всякое такое я думаю что вы понимаете так вот это копье я ставлю этот меч это уже ставится я возьму с собой из оружия только вот эти два копья по сути все хотя можно принципе взять вот это еще одно на всякий уже случай если уж прям вообще будет печаль беда да чтобы допустим было еще какое-то копийцо вот она вот мы возьмем 6 кирок я думаю тоже хватит за глаза винтовку возьмем факелы дерево но дерево тоже пускай будет потому что мало ли что если камень допустим я найду я смогу сделать каменную кирку вот так что пускай тоже будет дерево нектар а бигфест вот эти таблеточки это уже возьму ну и в принципе наверно все то есть больше я ничего с собой брать не буду ну можно взять допустим лук один на всякий случай да всякое все все таки бывает так пускай будет лук один тоже дал так факел и какие то какое-то количество стрел все вот это вот все у нас будет открыта с вами можно даже вот так наверно как то сделать вот отлично все погнали теперь давайте посмотрим все таки на то на что я обещал что мы посмотрим на золота ребят с вами на золото и на серебро давайте тоже поглядим на железо на обычному сами смотрели уже погнали посмотрим как там чё у нас выглядит меня интересует ну, всякий там топорик, вот, да. Например, давайте посмотрим, как он выглядит у нас. Вот офигенный. Он не просто золотой, он прям какой-то эпический. Жесть. Давайте посмотрим на кирку. Ой-ой-ой, какая она красивая. А если серебряная? Ну, тоже неплохая. Почему, да? Такая, смотрите, чётенькая такая вообще. Такие грани, всё так чётко выделено. Всего шесть золота-то надо, да, чтобы сделать. Давайте посмотрим на серебряную броню, как она у нас выглядит. Здесь нужна шерсть. Давайте сейчас мы возьмём шерсть. Она у меня есть. На всякий случай я её тоже собирал. Где-то она у меня здесь была. Её было много. Вот она, 14 штук аж. То есть, в принципе, хватит, чтобы собрать полный сет какой-то брони. Идём сюда и смотрим. Смотрим, вот, допустим, броня, да, посмотрим сначала серебряную. Вот так вот она выглядит. А, ну я её уже видел. Я её уже видел. Давайте посмотрим на золотую. Вот так вот выглядит золотая. Она просто шедевральная. Просто шикарная. Ребята, давайте мы её скрафтим. Вот такая. 20 у меня защиты. Это 12. Это 20 защиты. Обалдеть. Просто и не жить. Так. У меня ещё осталось 9 золотых слитков. Давайте посмотрим, допустим, на перчатки, да, как они у нас выглядят. Вот такие офигенные, красивые золотые перчатки. Давайте посмотрим на ботиночки, на наши шузы. О, они великолепны просто. Да, такие спортивные кроссовки, как будто. Так. Что тут ещё есть? Что мы ещё не посмотрели? Лопату. Ну, давайте посмотрим на золотую лопату. Вот такая вот тоже эпическая, эпическая золотая лопата. А вели у нас, кстати, я всё забываю постоянно вам об этом напомнить, что вели у нас монетки ещё вот такие вот. Вот. То есть, я не знаю, для чего они нужны. Вот. Но они, как бы, здесь тоже есть. Можно сделать серебряные, золотые. Без понятия, для чего они, но они есть. Так. Стрелы. Стрелы. Давайте посмотрим тоже золотые, как они выглядят. Вот такая вот красивая золотая стрела. Просто обалденно, конечно, всё это нарисовано. А если серебряная, ну, вот, как бы такое, да. То есть, обычно серебряная стрела. А вот золотая, да, золотая, конечно, великолепна. Лук. Золотой лук. Шикарный, шикарный. Как Бэтмен такой, да. А если серебряный, давайте посмотрим. Серебряный тоже такой неплохой, да. Но всё-таки золотой, конечно, топчик. Так. Даггер у нас выглядит. Офигенно. Прям шикарно. Тоже такой прям даггер. Так. Золотое копьё. Я бы его сделал, если бы знал, что оно будет 100% больше, чем 20 демага вот у этого заражён. Но я думаю, что больше. Всё-таки потому что золото это уже ресурс, как бы следующий, да. Скорее всего, у него будет, ну, где-то 22, может, демага. Вот. Как-то так. Но я в любом случае, если накоплю ещё золото, то обязательно его сделаю. И давайте посмотрим ещё на меч. Вот так вот он у нас выглядит. Тут тоже великолепно. Я сделаю что-то, наверное, вот из этого. То есть, либо перчаточки, либо что-то такое. Вот, допустим. Перчатки, да. Давайте сделаем перчатки. Крафтим их. 12 защит. А тут 5 всего лишь. Обалдеть. Вот так вот ставим перчатки и ставим... Давайте вот так вот передвинем нашу персонажу. Вот так. О-о-о-о. Да. Я теперь просто убийственно красив. Шикарно просто выглядит персонаж в золотой броне. Просто офигенно выглядит. Как будто, знаете, какой-то спартанец, элитный такой воин. Вот просто офигенно. Слушайте, мне безумно нравится. Гораздо больше нравится, чем вот это вот предыдущая орочья тяжёлая броня. Гораздо лучше вот это мне нравится. Блин, у неё ещё и защиты 20. 37 теперь у меня защиты. Если ещё поставить ботиночки, будет он прям вообще шикардосик. Всё, ребят. Это мы тогда всё скидываем. И, в принципе, уже можно выдвигаться. Потому что факелы я накрафтил, еду я накрафтил. Всё у меня есть. То есть можно, в принципе, уже спокойно выдвигаться дальше на поиске золота, на поиске всего остального. Всего, что я смогу найти вкусного и полезного. Так. Здесь мы скидываем вот это. Здесь мы скидываем ничего. Сюда тоже ничего. Сюда. Вот. Сюда скидываем золото и серебро. Всё. Вроде бы... А, вот эти перчатки тоже можно куда-то скинуть ещё, да? Ну, и где-нибудь вот здесь можно, в принципе, разместить. Без разницы. Это у меня такие ящики уже, которые... Я всё думал, думал, думал. Ну, буду их размещать так, чтобы было аккуратно. А, вот, кстати, вот это тут железо. Вот это можно отсюда убрать. Переставить его. Подожди. Вот сюда. Вот так. Пускай будет. 14 штук. Всё. То есть кирки есть, оружие есть, защита, еда, восстановление хп есть. То есть с этим никаких проблем нет. А, давай ещё возьмём блоки вот эти каменные. Вот. На всякий случай. Всё. Выдвигаемся, ребята. Выдвигаемся. Собака бешеная на меня бежит. Ах, ты пёс вонючий. На тебе с заражённым копьём. One shot. One kill. Вот так вот. Бежим дальше. Бежим дальше. Можно, в принципе, по пути пособирать вот, допустим, такие кустики, да? Они мне пригодятся. А, ну, единственное, киркой я их буду, наверное, долбить долго, так что... Ну да, что-то как-то долго. Топором было бы гораздо быстрее, но топор я вот себе не скрафтил. Не знаю почему, потому что балбес, поэтому не скрафтил я себе топор. Нет у меня его, блин, жалко. Ну ладно. Жалко, что нету топора. А, подожди, я ж могу сделать. У меня ж есть камень и как бы все дела. Я могу сделать вот такое вот каменное топорище. Топорище целое вот такое вот каменное могу запилить, замутить. О, тихо. Два не надо. Два. Один долой. И так места нету. И так места нету. Давай вот эти вот два дерева сейчас выкорчаем отсюда. Вот это вот одно. А, так, отлично. И вот это тоже еще одно. Так, надо поспешить, потому что уже ночь. Надо успеть дойти до спуска в подвал. Идем по старым добрым моим факелам, которые я использовал, когда мы убивали с вами короля орков. Кто смотрел этот выпуск, друзья, поставьте лайк. Поставьте лайк, чтоб я знал, что вот-вот-вот все вот ребята, которые сейчас здесь находятся на этом видосике, все они посмотрели, как я красиво убивал короля орков здесь. Просто вынес его нафиг. Так, факел там. Да что ты бежишь за мной? Уйди отсюда, кабанчик. Уйди, маленький. Не хочу я с тобой иметь никаких дел. Никаких собачьих дел я не хочу с тобой иметь. Почему постоянно висит вот это вот это вот надгробие? Ну, это видимо бак, потому что мой труп уже давным-давно исчез. Последний раз я умирал. Так, мы дошли до этого места, где у меня был прошлый лагерь. Так, вот здесь где-то, да? Где-то вот тут посерединочке должен быть. Вот он, спуск мой. Отлично. Спускаемся вниз до конца, до предела. До предела. Там уже будем сейчас двигаться, будем смотреть на роботов, будем искать ну, какую-то машину по производству роботизированных запчастей, какой-нибудь там роботизированный воркбенч. Ты что меня бьешь, блин, гад вонючий? Видели? Он бил меня сквозь стену. Вонючий читер. Опять он бьет меня. Ты что, блин? Офигел? Совсем? Жукецкий? Ты что, блин? Жук вонючка. И ты тоже. На, сдохни, гад вонючий. Так, что там из него выпало? Не выпало ли из него случайно копье? Нет, копье из него, случайно копье из него не выпало. Жалко. Ладно, идем дальше. Так вот, роботизированный воркбенч. Будем с вами сейчас искать. Ну, по крайней мере, стараться его искать в надежде, что он вообще существует, потому что я, если честно, не знаю. Но с точки зрения, что мы нашли, допустим, воркбенч у... Все, да, это, по-моему, уже последний этаж. Мы нашли с вами воркбенч у всех рас, по сути, у орков, у жуков. роботизированный ну и как бы логично бы так посудить, что, наверное, и у роботов тоже есть воркбенч. Они же где-то штампуются, правильно? Значит, по идее, что-то такое у них должно быть. Так, ставим вот так стеночку и будем теперь копать вверх. Мне интересно копать теперь, друзья, вверх. Также тоже небольшой такой туннель, вот так вот на три клеточки, ну или на две клеточки, насколько получается. А, ты уже есть хочешь? Да ладно, мы только пришли, блин, с дома, ты уже жрать опять хочешь? Как так-то? Чувак, блин, ну мне очень нравится, как выглядит теперь мой персонаж, он, блин, выглядит просто офигенно, просто потрясающе. Там вон какой-то слезняк топчется. Слизняк мне не нужен, слезняк нафиг, уходи отсюда, вас слезняк. Так, ну мы копаем до сих пор вверх, то есть идем вот так вот, там сбоку тоже, а подожди, мы сейчас, мы сейчас куда-то выйдем уже, да, блин, тут вверх особо не прокопаешь, тут вверх особо не прокопаешь. Не хотелось бы нарваться на кого-нибудь прям такого жесткого, да? На каких-нибудь жестких чуваков вот прям вообще не хотелось бы нарываться. делаем вот так туннель. Вот так, отлично. Так, давай теперь мы возьмем кирку, сломаем здесь вот один факел, вот так, заберем его себе. Увезем за сто морей. на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. И вот сколько я уже прокопал, да, я не вижу абсолютно, а вон, вон, что-то вижу, подожди, что-то вижу, наконец-таки, что-то где-то увидел. Вот, кстати, есть уголь. Уголь тоже надо забирать. В принципе, если угля будет много, то его можно использовать И для крафта Факела, почему бы и нет Просто его обычно дефицит Его обычно хватает Тютелька в тютельку Для того, чтобы Крафтить Ну то есть Чтобы его закидывать в печку То есть как бы Хватает вот как надо Ни больше, ни меньше, поэтому Опасно Опасно его использовать Может просто не хватить, потом придется бегать Задерем, ну а целое дело Целое дело, очень скучно Очень долго все это делается Уголь здесь тоже забираем Вот так вот поставим и теперь Вот это вот мы заберем Вот так вот, три кусочка угля Великолепно, все, двигаемся дальше Пока что вообще даже Намека никакого нету на то, что у них Есть какая-то база, какой-то Не знаю Производство роботов, да, или Типа того Возможно не здесь Возможно, ребят, не здесь Возможно нам Стоит, допустим, спуститься Еще пониже, да Кстати, давайте, наверное, мы так и поступим Давайте мы спустимся, наверное, еще пониже Вот эти все факелы я с собой сейчас Заберу Мы, грубо говоря, просто с этого этажа Уйдем Так, вот тут я вижу Сера есть И здесь большой такой монстр Помните, который Многоликий, которого я Убивал, когда мы были У зараженных людей Там был такой Многоликий большой полубосс Вот он там сейчас был тоже Опа Забираем Я думаю, что стоит тогда Сходить на другой какой-нибудь этаж То есть, ну, я думаю, что Можно на следующий, допустим Сходить Почему бы и нет, собственно говоря Вот, а там уже посмотрим То есть Сходим сейчас на следующий Если Там тоже ничего такого не будет Значит Ну, то есть Придем туда Там тоже чуть-чуть походим Если ничего там не будет Значит, уйдем Вот, как-то так А, подожди Это я вернулся наверх А, я не взял с собой лопату Поэтому не получится, ребят Не получится Ладно Я не взял с собой лопату К сожалению Да что ж такое-то, блин Все, иду вверх-довверх Надо вниз-довниз Идти А я все Вверх-довверх Хотя Подожди Если Если у меня есть что-то по ресурсам Нет у меня У меня есть только Голд Оэр Здесь я не могу Сделать нигде Лопату Лопата делается Только, по-моему Из-за Минимум меди Поэтому Ну, ладно Не Не особо так-то И как бы страшно Ну, хотя, блин Ну, здесь Нету такого места Куда бы Куда было бы Идеально прокопать То есть Тут везде такие Знаешь, как Открытые Получаются Такие Коридоры Вот Закрытых Нету Ну, ладно Можно, в принципе Прокопать вот здесь Я вон там вижу Золото есть Так Что можно сказать Что повезло Можно сказать Что повезло Так Там сбоку Справа Киска бегает Большая Большая киска И много зараженных Всяких монстров Я не знаю Каким образом Роботы Вообще все позаражались Хотя, может быть Это не роботы Может быть Это какие-то Тоже полулюди Или может быть Это какие-то Инопланетяне Ну, или Типа того Что-то, да Вполне себе Возможно Тоже Так Нам надо Двигаться дальше Нам надо Двигаться Вот туда Вот здесь Надо разбить Один камушек Вот И теперь посмотрим Что у нас тут Да Ну, а нет Это, кстати, по-моему Медь Может быть И получится Сделать у нас То, что мне нужно Если мы сейчас Вот здесь выйдем Вот так, да Допустим Возьмем И вот так вот Все это дело Закроем Чтоб никто На нас не смог Напасть По-тихому Вот здесь мы Добудем Медь Я добыл Получается Пять штук Я не знаю Сколько нужно Сделать для лопаты Теперь давайте Посмотрим Вот, допустим Воркбенч Да Начнем С него Чтобы сделать Воркбенч Мне нужен Вуд Или метал бар У меня, слава богу Есть вуд Так что Можно сделать Вот так вот И на Подожди На правую кнопку Мы его Вот так вот Устанавливаем Здесь Смотрим дальше Мне нужно Получается Делать лопату Лопата делается На наковальне То есть Мне нужна Наковальня Но также Мне еще Нужна печка Для того Чтобы переплавить Вот это Вот количество Меди Вот Поэтому Печь Мы тоже Сейчас Забульбеним Подожди 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 Печь Вот так Забульбениваем И сразу Сюда Скидываем Плавится Меч Можно сюда Скинуть Кстати Уголь Вот так вот Сразу Да Все будет Отлично Далее Мы делаем Анвил То есть Мне нужен Анвил Металбар Мне нужен Чтобы его Сделать Да Наверное Не получится Потому что Да Действительно Мне нужно Сначала Сделать Наковальню Для нее Тоже Нужен Металбар У меня его К сожалению Нет Да Он Он У меня Есть Но Т hypothesis Детей А там Сделать Одну Наковальню А потом Еще На лопату Тоже Мне Будет Нужно Иметь Да Десять Ну ладно Пускай пока Стоит Мало ли что Да Как бы Мало ли Вдруг я что-то все-таки смогу здесь надыбать. Так, 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 так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это уже стреляющий робот. Вот это вот уже был стреляющий робот. Вот он. Вот так вот он у нас, кстати, выглядит, да. То есть можно на него посмотреть. Можно вот так вот, эть-эть, копийцом вот так вот поразить немножечко. Вот так вот. И здесь, по-моему, тоже у меня медь. По-моему, вот это, ребят, медь у меня. Я, конечно, точно не знаю, но в любом случае придется копать. Наверх, потому что я много пробежал. И даже если я буду сейчас возвращаться, придется долбиться еще вверх идти. Да, это медь. Но ее здесь все равно очень мало. Ее здесь очень-очень мало. Я не знаю, мне хватит на лопату столько меди или нет. Без понятия, друзья. Вот прям без понятия. Здесь есть уголь. Его здесь, кстати, много. Поэтому давайте его добудем. Если его здесь много, то его надо добыть. А вот тут тоже один кусочек меди. Забираем. Вот такой вот робот там ходит. Так, подожди, медь. Медь забрали. Уголь. Уголь, 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 уголь. Уголь забрали. Отлично. Так, давайте подсветим. Может быть, что-то увижу. Да вроде бы нет. Вроде бы ничего нет. Никакой больше меди нет. Ничего абсолютно. Там тоже внизу. Нет, по-моему, камень там плохо видно. Но, по-моему, камень. Какая-то летающая голова. Обалдеть. Летающая голова в маске в какой-то была. Видели, ребят? Страшное дело. Так, вот тут все копаем. Подожди, может быть, здесь что-то будет интересное. Нет, здесь тоже ни черта вообще нет интересного. Поэтому копаем просто вверх молча и все. Так, вот тут есть уголечек. Уголечек забираем. Вот это вот нам нужно вот так вот закрыть, чтобы никто сюда не смог пройти. Вот. И теперь можно спокойненько выходить к нашей печи. К нашей печке-печи. Так. Здесь давайте тоже факел, наверное, установлю. Так, чтобы было лучше видно. Так. Итого, 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 итого. У меня еще есть 8 таких кусочков. Блин, все из-за того, чтобы сделать лопату. То есть нет, чтобы сбегать на базу, допустим. Нет, вот мы не ищем легких путей. Нам нужно сделать лопату. Для этого нам нужна медь и нужна наковальня. Наковальня делается только из меди. Лопата тоже только из меди делается. Поэтому еще у нас закончился уголь. Ладно, сделаем вот так. И пока что там все плавится, нужно покушать. Давайте захаваем. Блин, как же мне нравится вот эта броня. Она великолепная. Она так блестит золотом. Просто шикарно. Очень люблю сочетание фиолетового с золотом. Не знаю. Вот прям стоит на это дело. Так, давай сюда скидываем. А, подожди. Я не так скинул. Вот так вот надо было. Сейчас мы сделаем еще один. Вот так. Я надеюсь, что, чтобы сделать лопату, нужно только один кусочек меди. Так, берем, делаем анвил. Анвил, 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 анвил. Где? Вот. Вот так. Делаем анвил. Анвил тоже надо воткнуть. Хорошо. Так, и смотрим. Шоуэлл. Сколько ж нужно-то тебя? Сколько ж тебя нужно-то? А, ну сейчас мы здесь возьмем. Вот у меня сколько здесь сделалось. Так. Так. Ну-ка посмотрим. Шоуэлл. Так. Не показано, да, сколько? Шесть. А, блин. Надо три кусочка еще найти. Меди, я без понятия, где ее искать. Вон, 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 вон. А, нет, это не голова. Это какой-то робот, короче, да. Похожий на R2, D2, только. Летающий какой-то непонятный. Так. Копаем вниз. В надежде, что я найду где-нибудь три вонючих, жалких куска меди. Всего лишь три кусочка. Мне не надо десять. Мне не надо сто. Три. Все это. Все, что мне нужно, это три кусочка меди. Елки-палки. Ну, неужели это так сложно исполнить для меня? Так. По-моему, вот здесь и вот здесь вот ресурсы отличаются. То есть, либо здесь что-то, что-то, либо вот здесь вот что-то есть у нас. По-моему, вот здесь у нас есть железо. Тут у нас, по-моему, тупо камень. Так. Ну, хорошо, двигаемся тогда в эту сторону. Раз уж там у нас железо, там у нас тупо камень. Так что мы двигаемся в сторону, где у нас железо. Так, все копаем, все копаем, 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 копаем. Я очень рад, что нету монстров, которые бьют сквозь стены. Вот прям безумно этому рад. Так, мне надо вниз еще вот так вот уже прокопать. Вот, отлично. И здесь вот теперь вот так закрыться. О, все. Красота. А, добываем. Не знаю, что это, железо, сталь или серебро. Без понятия. Похоже, на самом деле, на сталь больше, чем на серебро. А, так, добываем. Все, идем ниже. Так, смотрим. Вот тут вот есть... Ой-ой-ой, вот здесь вот есть что-то. Скорее всего, золото. И вот здесь вот есть серо. Так, ну давайте двигаться в эти обе стороны. О, а вон там, походу, то, что мне и нужно. Э, а, все, да? Я думаю, что за дела, думаю. Какие кулаки, ты что, блин? Свихнулся, что ли? Спятил, что ли, чувак? Ладненько, ребят. Я думаю, что на сегодня мы уже выпуск закончим. Что-то подзатянулись. Не забывайте подписываться, ставить лайки, если вам нравится Кеплер, если вам нравится мое прохождение. В принципе, каждая серия довольно интересная. Постоянно что-то новое, да? Стараюсь пропускать вот эти вот всякие там фарминг, вот это вот все, чтобы, ну, вам было более как-то интересно. Не забываем ставить лайк. Всем удачи, друзья. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok